Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим пирог с грушей! Невероятно вкусный, ароматный и быстрый в приготовлении рецепт! Готовьте вместе со мной и радуйте свою семью домашними пирогами! Ведь это так просто! Для пирога нам нужны будут следующие продукты! 2 яйца, 150 граммов сахара, пол пакетика ванилина, это 1 грамм, 240 миллилитров кефира с жирностью 1%, 1 чайная ложка разрыхлителя, 3 столовые ложки растительного масла, 280 граммов муки и 3 груши. Груши можно заменить любыми фруктами. Пирог рассчитан на форму в диаметре 22 сантиметра. Пирог готовится очень быстро, поэтому сначала нужно подготовить груши. Значит, смотрите, разрезаем пополам. Груши я храню на балконе, они медовые, сладкие, очень вкусные. И нарезаем тонкими слайсами. В кухонной машине взбиваем 2 яйца со щепоточкой соли и с сахаром. Взбиваем яйца в пышную массу. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла и продолжаем взбивать. Теперь уменьшаем скорость. Я вообще поставила на вторую скорость. И добавляем кефир. Кефир брала с холодильника. Просто нужно массу перемешать. Теперь в миску, где отмеренная мука, добавляем чайную ложечку разрыхлителя. Пол пакетика ванилина. Перемешиваем. Берем кружку сито. И эту всю массу просеиваем. Добавляем в пирог. И все перемешиваем. Я вам предлагаю быстрый рецепт пирога. Действительно всегда получается на ура. Нежный. А фрукты, ягоды можно добавить любые. Каждый раз можно готовить с разными вкусами. Затем берем разъемную форму в диаметре 22 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой. Бока тоже застелила пергаментом. Вырезала полосочки. Только пока я смазала сливочным маслом. И потом эти полосочки с пергамента легко прикрепляются. Выливаем тесто. Для этого пирога подойдет и форма в диаметре 20 сантиметров. Пирог будет выше. Разравниваем. Пирог будет невысоким. Теперь берем, выкладываем. Вот так. Пластинки груш. Пирог ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Пирог в духовке выпекался 50 минут. Пока он еще горячий, посыпаем его сахарной пудрой. Снимаем разъемную форму. С легкостью достаем пирог. Пирог получился превосходным. Пирог получился превосходным. Не забывайте, что рецепт на канале Готовим с любовью и видео на семейном канале Дружная семья выходят ежедневно, каждое утро. Не пропустите. С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Не забывайте, что рецепт на канале Готовим с любовью и видео на семейном канале Дружная семья выходят ежедневно, каждое утро. Не пропустите. С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.